Всем привет, друзья! Сегодня на обзор ко мне пришел вот такой вот саундбар от компании Blitzwolf. Я его поюзал недельки две или три, послушал, как он играет, есть у меня с чем сравнить, и сегодня я вам расскажу, покажу, кто захочет, купит, кто не захочет, не купит. Выбор есть у каждого, наверное. Значит так, компания Blitzwolf, которая славится, уже давно славится хорошими своими товарами китайскими, это китайская компания, позиционируется у нас как качественная компания в Китае. Мне уже пришло много товаров от Blitzwolf, все они классные, там фонарики, колонки, все что хочешь, все классные, все достойные, ну и как эта штука. Цена ее около что-то там 35 долларов, 37 долларов, и да, она стоит своих бабок. То есть это недорого для такой вещи, ну и недешево, это просто средняя хорошая цена. Что эта штука у нас представляет? Это у нас что-то типа колонки, но саундбар, колонка саундбар, понятно, да? Мощность этой штуковины 10 ватт, то есть тут есть 4 динамика, 5 ватт активных, по 5 ватт активных динамика и 2 динамика пассивных, это, как я понимаю, для басов, для частоты баса. Вот, играют они так же, как вот такая колонка от Blitzwolf, тоже обалденная колонка, у меня был на нее обзор, она противоударная, водонепроницаемая, колонка супер, но мощность у них одинаковая. Я, когда заказывал эту штуку, думал, что она будет погромче звучать, но по факту нет. Вот эта штука и вот эта штука играет одинаково, но если вы заметите, а вы заметите, у них размеры-то разные, но они предназначены немножко для других условий. Эта колонка предназначена для походов, вот эта колонка предназначена для проигрывания музыки у вас в доме. То есть саундбар издает хорошее звучание, эту штуку вы ложите, ставите под свой монитор, под свой дисплей и слушаете музыку через этот саундбар. То есть изначально в ваших мониторах или телевизорах больших звук в основном идет очень плохой, ну если даже не очень плохой, ну короче такой плохенький. И там звучание бывает не всегда хорошо, а бывает вообще днище и очень тихое. И для того покупаю такие саундбары. В общем так, разобрались. Передняя часть саундбара у нас гофрированная металлом или это алюминием, наверное. Я уже немного успел потереть случайно. Тут вы увидите, есть маленькие натертости и мне их закрасить не удалось. На передней панели у нас есть четыре кнопки. Минус, плюс, остановить запись и перемотка функций. Также на задней панели я хочу заметить, что есть USB, что приятно, microUSB. Вход AUX, вход для зарядки microUSB и вот наша кнопка включить-выключить. Вот и сейчас мы ее включаем. Включается как будто это JBL, но это не JBL. Вот, она сразу что-то хочет от нас, хочет подключения по Bluetooth. Мы сейчас подключим, проверим ее звучание и сравним с вот этой колонкой Bluetooth. Также хочу заметить, у нее есть на передней панели часы. То есть, если вы сидите за компьютером и используете такой саундбар, как с въездной динамики, то можно посмотреть часы, то есть удобно. Или еще удобнее, если вы смотрите телевизор. Этот саундбар лежит у вас под телевизором, с него играет хорошее качественное звучание. И, опять же, вы видите часики. То есть, это как бы супер. К недостаткам могу отнести, это задняя часть нашей колонки, нашего саундбара. Она пачкается просто нереально. Вот вынул из коробки, сразу раз-раз-раз-раз-раз понажимал пальцами, уже видны, короче, следы. Это не сильно критично. Вы тряпочкой протерли, поставили под ваш монитор, чтобы эта музыка звучала и типа забыли. Но если вы будете мацать, таскать, в общем, будет она заляпываться. Может сейчас видите, может не видите. Все в пятнах. Вот, я не протирал ее перед обзором специально, чтобы вам показать. Также есть один не очень приятный момент. Это батарея. Она у нас 1200 мАч. Это очень мало. От батареи колонка играет часа 4-5 часов, где-то так. По сравнению с этой колонкой, тут 2000 мАч, эта колонка играет намного дольше. Ну, то есть на процентов 60-70, я думаю точно. Ну, в принципе, как я понимаю, если использовать эту колонку по прямому ее назначению, как саундбар, то вы включаете сюда подзарядку, ставите ее под телевизор или под компьютер и все. И то есть вам зарядка не нужна. Она работает от сети. Что как бы батарея это, конечно, минус, но не такой уж и большой минус. А в целом колонка звучит очень качественно. Хороший выраженный бас, хорошая частота звучания. Не шумит, не пищит. То есть это хороший средний вариант колонки. За свои бабки это, короче, супер. Также с нижней части есть вот такие вот две прорезиненные вставочки. Для того, чтобы колонка особо не ездила. То есть я прилагаю усилие, она, конечно, ездит, но по факту она у вас вот ездить не будет. Хорошо, давайте тогда сравнивать по факту звучание. Так, подключается наша колонка к телефону очень легко. Опять же мы ее включили. У нас есть вот BVSB B0. Это у нас младшая версия. Также есть еще старшая версия данного саундбара. Она подлиннее и помощнее. Так, окей, мы подключились к этому всему делу. И давайте запустим на максималочку. Еще что хочу отметить. Когда вы подключаете, я вот подключаю ее к ноутбуку, тут сразу стоит 15% мощности. Вот, мы слышим, что подключились к телефону. Тут стоит 15% мощности. И нужно ее выкручивать, вот, нажимать плюс. Вот, у нас пошла музыка играть. А ну-ка, получится. Ага, тут получается стоит по максимуму, да? Вот, тут стоит 19%. То есть, вернее, шкала 19%. В компьютере так же самое. То есть, она стоит на 19 и 15, как у кого. То есть, нужно максимально выкручивать. В принципе, это, я не знаю, хорошо это или не хорошо, но вы не можете раз настроить, как я понимаю, и отрегулировать единоразово полностью звучание. То есть, постоянно при подключении и отключении, оно стоит на 19. То есть, нужно выкручивать на максималку. Вот, я сейчас на максималку выкрутил. Выкрутил, 30-очку показывает. И давайте слушать. Звук у меня с этой стороны. Другую музыку пробуем. Что-то не очень. Другую музыку пробуем. Другую музыку пробуем. То есть, лупит она таки неплохо, но идентично, как и вот эта колонка. Сейчас мы ее тоже подключаем. Но я уже буду подключаться по AUX входу, чтобы зря Bluetooth не ковырять. Так, ну и вот наша вторая Bluetooth колонка от Blitzwolf. Другую музыку пробуем. 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 В общем, какие можно сделать выводы, вердикты по поводу этой колонки и вот этой. Это у нас колонка водонепроницаемая и специально сделанная для прослушивания музыки на природе. Звучит она громче, немножечко громче, чем вот эта штука. Но зато у этой штуки есть немножко другие плюсы. И первый и главный ее плюс, во-первых, она выглядит хорошо. Она сделана хорошо. У нее есть таймер времени, у нее есть возможность подключения карт и у нее есть хорошее акустическое звучание, качественное. Она звучит тише, но как бы немножко качественнее. У этой колонки выражены басы, намного выраженнее басы. Выражены высокие частоты, но она предназначена немного для другого. Вы вот такую штуку не поставите снизу с телевизора, как саундбар и не будете на ней слушать музыку, потому что она выглядит как бы не сильно привлекательно для этого. А вот эта штука впишется в ваш интерьер, в вашей квартире, в вашей комнате и вообще. Она сделана по стилю современной техники, скажем так. В принципе, штука классная, штука прикольная. На улицу вы ее брать с собой не будете таскать, разве что вот так на плече. Если вы хотели что-то подобное себе купить, в принципе, рекомендую. Собрано все хорошо, еще раз повторюсь, качественно, ничего нигде не люфтит, играет отлично. Для обычного прослушивания музыки или для просмотра фильмов, программ, то есть для обычной замены акустики, встроенной в вашей монитор, ваш телевизор, подойдет круто. Если вам нужно что-то другое, что-то для вылазок на природу, вот такую штуку ни в коем случае не берите. Возьмите вот такую колонку. Она у меня уже больше, около года, наверное, или может немножечко меньше. Вот, мы ее уже кидали в камень, видно, тут вмятина конкретная. Она у меня уже и плавала, и все, что хотите. Играет, все круто, держит хорошо. Спасибо вам за просмотр. Если было интересненько, жмем лойсики, подписываемся на канал. Дальше будет много-много интересного. Будут дальше крутые видосики. И, короче, что я рассказываю, все увидите. Кстати, конкурсы на канале проходят регулярно. Подписываемся, участвуем, смотрим. Если у вас есть такая колонка, пишите в комментариях, как вам она, вернее, саундбар. Пишите, как вам этот саундбар. И пишите свое мнение про эту штуку. Посмотрите цену, напишите, адекватная вообще цена или нет. Я думаю, что адекватная. Спасибо за просмотр. Всем пока. Ставим лайчики. Подписываемся на канал. Коммент. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok